Попасть в этот университет – мечта многих российских выпускников. Диплом МГИМО – залог успешной работы и карьеры. У них это получилось. Среди студентов престижного вуза есть и титулики. Никита Александров – один из них. Рассказывает, покорить МГИМО удалось с первой попытки. В прошлом году закончил 19-ю школу. Старания плюс большое желание сделали свое дело. Поступил на факультет управления и политики. С детства интересовался языками. Мне очень понравилась перспектива изучения языков в МГИМО. Поэтому, собственно, выбрал. Поступить было не скрою, сложно было поступить. Но, как говорится, терпение и труд – все перетрут. Тульским выпускникам будут помогать получать престижное образование. Налаживать контакты с вузом приехал Алексей Дюмин. Регион ждет высококвалифицированных специалистов, отмечает на встрече со студентами губернатор. В аудитории больше 200 человек, десятая часть из них – тулики. Они не только будущие дипломаты, но и управленцы, экономисты, экологи. Студентов интересует инвестиционная привлекательность области. Губернатор рассказывает, только в этом году в регионе начнут функционировать 22 новых предприятия с общим объемом вложений в дополнительное производство – около 36 миллиардов рублей. В области работают свыше 200 иностранных компаний. На вопрос, каково военному человеку нести гражданскую службу и управлять областью, Алексей Дюмин отвечает – помогает семья. У меня кроме военного образования, у меня еще есть и гражданское образование. Я еще закончил академию РАКС, так называемую, госслужбы. И хочу сказать, что, в принципе, не буду вас обманывать, было очень сложно. Мне надо было срочно переучиться и постоянно находиться в таком процессе учебы. Самое главное, что меня семья поддержала. Больше часа общения из десяток самых разных вопросов. Алексей Дюмин рассказывает, одна из задач региона – это поддержка талантливой молодежи. В Туле уже открыт центр для одаренных детей в музыкальной школе имени Райхеля. Скоро появится подобный центр по гуманитарному профилю в Веснополянском детском доме. Будут сотрудничать и с федеральным проектом «Умники и умницы», благодаря которому в МГИМО смогли попасть и тульские выпускники. Впрочем, очередной шаг в сотрудничество с ВУЗом сделан. Алексей Дюмин подписывает соглашение с ректором МГИМО Анатолием Таркуновым. Согласно документу, это дополнительные квоты на факультет до вузовской подготовки. После него шансы стать студентом одного из самых востребованных университетов страны увеличиваются в несколько раз. Соглашение позволит нам выявлять точно в ручном режиме наших одаренных детей в Тульской области, которых у нас действительно очень много. Это совместные мероприятия по профориентации нашей молодежи и, конечно же, повышение квалификации наших преподавателей. Сотрудничество с туликами и выгодные ВУЗу. В регионе много крупных промышленных предприятий. На их базе студенты столичного университета, будущие экологи, смогут проходить практику. Отдельная специальность, новая, пользующаяся огромным спросом у студентов, это экология. Мы надеемся, что на Тульской территории, на базе промышленных предприятий, лаборатории экологической, мощной, которая там существует, студенты смогут проходить и практику свою, и участвовать в реальной экономике. Сейчас в МГИМО обучается порядка 50 ребят из Тульской области. После окончания ВУЗа их ждут дома. Молодые специалисты нужны, чтобы общими усилиями поднимать экономику региона на новый уровень, в том числе цифровой. В трудоустройстве каждого выпускника Алексей Дюмин пообещал участвовать лично. Надежда Милехина, Алексей Чечевадзе, Первый Тульский.